Привет, друзья! Я знаю, что многие из вас ждут тестов 99 циклов на канале. И сегодня как раз будет такой тест. В тесте будут NMC элементы CAN емкостью 2000 мАч. Сопротивление щупов равно 0. Замечу, что элементы отключены от зарядки, чтобы не вносить погрешность в измерение. Сопротивление правого элемента 14,5 мОм. Сопротивление левого элемента 13,7 мОм. Теперь можно подключить к зарядке элементы. Начнём тест. Левый аккумулятор мы будем заряжать током 2,5 А, а разряжать будем током 10 А до 2,5 В в каждом цикле. Начнём с разряда, так как элементы уже заряжены. 99 циклов. Погнали! Правый элемент будем заряжать также током 2,5 А, а разряжать током 20 А. На правый элемент я установил датчик температуры. Так как он будет разряжаться 20 А, нагреваться будет сильнее левого элемента. Температуру можно будет наблюдать вот здесь, 23,6 градуса. Я надеюсь, вы поддержите видео лайком, а также поделитесь им в соцсетях, так как тесты 99 циклов трудозатратны как по съёмке, так и по монтажу видео. Половина ёмкости израсходована. Посмотрим, как у нас греется элемент, 54 градуса. В принципе, температура приемлемая, когда он не в сборке. Но если он будет в сборке, то нужно будет, конечно, их охлаждать. Это относится ко всем элементам 18650. При таких-то токах в сборке они будут греться очень сильно. Первый разрядный цикл завершён. Левый элемент отдал 2139 мАч. Правый элемент отдал 2132 мАч. Что очень даже неплохо при таких токах. Запомним величины отданной ёмкости, а также внутренние сопротивления, которые мы измеряли изначально. Эти показатели нам понадобятся. Мы сравним эти величины в начале и в конце теста. Переключаюсь снова в режим таймлапс. Погнали! Прошла неделя, и наконец-то тест 99 циклов закончился. Что мы имеем в итоге? Левый аккумулятор отдал 2094 мАч, а было у него 2139 мАч. Правый аккумулятор отдал 2046 мАч, а было 2132 мАч. Потеря по ёмкости у левого аккумулятора, грубо говоря, 50 мАч. У правого аккумулятора 100 мАч. Это очень даже замечательные показатели. Получается, у левого аккумулятора деградация составила 2.5%, а у правого аккумулятора 5%. Это ниже даже, чем у фирменных элементов Panasonic. У них, насколько я помню, около 6 или 7% деградации за 100 циклов. Сейчас мы ещё измерим внутреннее сопротивление элементов. Сопротивление щупов равно нулю. Отключу по одному из выводов элементов от зарядки, чтобы не вносить погрешности. Сопротивление щупов равно нулю. Сопротивление правого элемента – 14.5 мАч. Сопротивление левого элемента – 13.7 мАч. Что самое странное, сопротивление правого элемента уменьшилось на 0.1 мАч. Сопротивление левого элемента увеличилось на 0.1 мАч. Думаю, можно отнести к погрешности прибора. Так как это НМС Химия, ничего удивительного, что сопротивление не изменилось, так как снижение емкости было тоже довольно-таки маленьким. Теперь мне понятно, их немного более высокая стоимость, нежели тот же закос литокалы под LG HG2. Держатся они очень хорошо. Причем я запарился и разряжал их до 2,5 Вольт, хотя нужно было до 2,75 Вольт. Но зато это был у нас более жесткий тест. У продавца указано, что при разряде током 20 А они прослужат 200 циклов. Но небольшая потеря емкости и отсутствующее уменьшение внутреннего сопротивления говорят о том, что скорее всего они продержатся гораздо больше 200 циклов. Это довольно-таки интересные аккумуляторы, как оказалось. Не зря я их заказал на тесты. Ссылку на них оставлю в описании. Пишите продавцу, договаривайтесь. Ссылайтесь на меня, если он сможет увидеть это видео, так как в Китае YouTube недоступен, конечно. Скиньте ему ссылку. Мы с ним об этом, конечно, не договаривались, но, возможно, он сделает какую-то скидку. Вот такой вот тест. Если честно, я на эти элементы даже и не надеялся. Думал, она будет около 10, 12, а то и 15 процентов. А тут они настолько хорошо продержались, что я очень удивлен. Кому понравилось видео, ставьте лайк. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях, так как я понимаю, что видео вам нравится, и это сильно мотивирует меня, так как времени на съемку и монтаж уходит довольно-таки много. Хочется видеть, что такие видео вам нужны. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Конечно же, я думаю, будут и другие тесты 99 циклов, других разных типов аккумуляторов. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok